Продолжение следует... Наша цель, наша тема была «Эффективный способ решения учебных задач по подготовке учащихся к успешной сдаче нормативных комплексов ГТО». Выполнили группу номер 2, подходовым названием «Красивые» Захаров Эдуард, Глубийский Александр, Исаев Сергей, Есик Иван, Иловский Виктор и Думанский Роман. Дальше. Мы поставили цель найти способ, в использовании которого ученик максимально эффективно развил свои физические качества для успешной сдачи нормативных комплексов ГТО. Дальше. Задачи, которые были поставлены, ну их, как правило, не очень много, но мы постарались основные выделить. Способствовать гармоничному развитию физических качеств учащихся и воспитывать учащихся в чувстве коллективизма. Для этого мы решили использовать подвижные игры и как-то их комбинировать, использовать какие-то средства подручные. И мы выделили основные из них. Сейчас Эдуард проведет с вами несколько интересных игр. Эдуард, жги. Помощник красного вашего коллеги, как и говорил Александр, подвижные игры являются наилучшим вам способом. Средством для развития тех качеств, которые необходимы для сдачи нормативных комплексов. Если взять старшие группы, то они мотивированы по-своему, да, они могут работать самостоятельно и так далее. У них есть самомотивация. Что касается детей младшего возраста, то им намного лучше, проще, легче и веселее развивать эти качества для сдачи нормативных комплексов. В виде подвижной игры, да. Мы сконцентрируем свое внимание на сдаче нового ГТО первой и второй ступени. Вот, соответственно, да, через подвижные игры. Неимоверно, мы вчера разработали новейшую подвижную игру. Даже долго спорили, как ее назвать. Потому что такого названия нигде нет. Да, она называется «Спортивные джунгли». Вот. И, собственно говоря, сейчас мы вам днем показать. Я попрошу... С каждой группой по человеку, да. Ну, человек пять достаточно будет, да. И с каждой группой по другому человеку, ребята, выходите быстрее. По-моему, помоложе, по шустрей, кто-то. Вы правильный самый-самый гипот. Без эмоций. Да, вы всегда. Не хватит поляр. Да ничего страшного, можно сползать. Сейчас я расскажу про его игры. Суть игры такая. И задача игры в том, чтобы развить абсолютно все качества, которые будут необходимы для нового бетона. То есть, если мы дальше с вами обговорим, есть игры, которые конкретно вызывают определенные гипотетические качества для сдачи, а непосредственно разработка наша наиболее охватывает большой спектр мышц, которые необходимы для сдачи. Итак, выбирается у нас водящий. Водящий у нас будет Иван Иван. Остальные все непосредственно участники. Задача. Изначально, сейчас мы покажем вам, какие будут фигуры в этой игре. Звери, пожалуйста, запомните, как необходимо будет передвигаться в этой игре. Первое, начнем с цапки, пожалуйста. То есть, в этой игре все передвигаются... Прямых ногах обязательно. Обязательно, не сбывая. Больше не все равно похожи, да? Да, как надо. Соник. Да, обязательно все попробуйте. Прямые ноги, да, потому что не так. Это просто чуть-чуть вперед. Прямые ноги, прямые ноги. Чуть-чуть вперед, да. Замечательно, замечательно. Это у нас цапки. Вот так вы будете бегать. Это у нас цапки. Следующее. Крокодил. Крокодил, пожалуйста. Передвижение происходит на выпрямленных руках. То есть, в упоре лед. Следующее у нас лягушечка. Пожалуйста, лягушечка. То есть, прыжки, передвижение происходит по такому типу. Так, следующее у нас гуси. Гусиный шаг. Все знают. Будут гуси в джунгли. Вот такие у нас джунгли. У нас в спортивном джунгли. Здесь все возможно. И последнее. Зайчики. Ноги. Ножки вместе, да. Чуть-чуть. Как раз у нас тресно прыжков в длину развивается очень хорошо. А бегемоты будем в этом упражнении? Бегемоты гемоты! Пока, пожалуйста, пожалуйста, катайте. Так, радуга в следующий у нас. Ой, лечка. Обязательно ключ на нашу разработку. Итак, по команде сначала говорится, какое будет животное. Все принимают эту позу. Вместе с водящим по команде начали. Водящий должен в таком же положении осалить или опятнать. То есть, дотронуться до любого участника, который он достанет. Соответственно, этот участник, до которого дотронулись, он встает, выпрямляется, поднимает руку, говорит, меня осалили, опитнали, да? Вот. И дальше по моей команде, какой вид зверя я произнесу, начинают все двигаться в этом же образе. Понятно, да? Соответственно. Ребята, вам понятно? Да! По всему залу. По всему залу. Начали! По всему залу. 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 Тараканы! Показали тараканы! Тараканы! Вот правильно! Тараканы! Слон! 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 Спасибо! Как гориллы! Оп-оп-оп! Спасибо, товарищи! Доброе утро! Пожалуйста! Пять человек! Подражайте! Это будет и весело, и с использованием всех-всех-всех качеств! Как вы поняли, на большой территории будет намного лучше, более спортивно! Здесь у нас просто показано пример! А следующая территория у нас будет более динамично и здесь будет много Да, ну и соответственно по количеству То есть можно сначала одни поиграли, другие поиграли, стояли, посмотрели, чтобы некоторые отдыхали, если это группа детей с особой возможности здоровья, если у них проблемы с сердцем у кого-то, то есть давать отдыхать передышкой Следующая игра, она подходит для физкульт-минуток Она развивает гибкость Что является одной нормой сдачи ГТО Да, очень приближенная практически к одной норме ГТО Эдуард Так, каждый раздается по листочку, вы кладете этот листочек возле себя Можно ножками наступить даже, да Лучше поширить, чтобы ножками можно наступить Итак, задача Принять в положение Наклон Вперед И написать либо свое имя Либо написать нормы ГТО Или любое другое Давайте домик определимся Давайте, да У кого лучше и красивее получился домик, то ты победил Дается одна минуточка Павел Александр Начали Коленочки не сгибаем коленки не сгибаем Коленки не сгибаются не сгибайте коленки коленки не сгибаются Не сгибается коленки Чем ниже опустится игрок тем лучше и качестве supposedly вытились Коленки по коленку Если выapers seus сильные Коленки Самое главное и принимать положение правильнее. Может, вы тянете прямо чуть-чуть? Честно. Ну, может, и так. А? Что за каракт? Это очень важно, чтобы наших принятых. Папа, подойдите. Пойдите. Давай. А? Стоп, стоп, стоп! Стоп, стоп! Музыка, стоп! Итак, смотрим у кого что получилось. Представляем работу свою. Да, да. Как мы заметили, да? Чем лучше гибкость у человека, тем четче было рисунок, соответственно. У Вани было получше, у Ромы вообще была откипкость идеальная, у него был чёткий домик, у Александра чуть-чуть было на краешке, поэтому немножко неровный. Вот, вот самый главный. Вот. Ну и выиграл наше состязание. Пожалуйста, хорошо. Так, следующее. Это ещё не всё. Ещё не всё? Да, следующее. Вы кладёте, сначала нарываете на 10 равных шариков этот листочек и кладёте рядом с собой. Разбрасываю. Да. В радиусе полметра. Руку на дурочку не надо. Прям делайте комочки, вам будет проще стирать. У вас 10 равных кисти, да, тоже. И на 10 кисти. Так, вот так. Ребята, убирать не с вами будет. Сейчас я всё расскажу. А, ты ж на полисок. Бумагу не сфер. Можно соседу накидать. Спасибо, пусть дача. Так, я уже. Где-то весело. Тем больше соседа накидаешь. Бумагу не ошибись. 10. Как видите, подготовка ещё развивает мелкую мотой. Можно мне сказали, что комочки, кружочки сделать, а не так. Так, ну, я думаю, достаточно. Нам у нас на рекаме будет в следующем конкурсе. Замечательно. Итак, ребят, Александр. Ну, я думаю, время засекает. Засекаем, да. Ну, я думаю, кто первый, тот и выиграл. Ваша задача, не сгибая колен, собрать все бумажечки. Как вы это будете делать? Вставляя, например, кто-то сможет. Можно руки ставить шире. Можно бумажечку подачить, друг от друга, бросать. И собирать двумя пальцами. И в команде их надо собрать. Двумя пальцами сгибал. Ну, вообще, давайте двумя, чтобы было честно. Давайте при отжимании ртом. Дизайн и игру «Пылесос». Это уже, ну, это самая игра. Это более высокая игра. Это динамичка. Приготовились. Начали. Музыка. Фото. У меня пальцами? Нет. Да. Одну генды будет. Не нравится. Все, встречайте. Спасибо, ребята. Можно повторить. Спасибо, ребята. Презентацию можно взять? Так. Ну, тем самым, у нас уже там несколько игр, да, такие как «Убочка», «Поди в цель», «Строусята», да, то есть «Вызок номеров». Такие игры, посредственно, с корректировкой на развитие определенных качеств, будут наиболее эффективно, весело восприниматься с детьми и, соответственно, влиять на более качественную задачу многих годов. Как мы знаем, да, раньше были тесты, когда дети проходили, точнее, играли в подвижные игры, и у них физические качества были намного эффективнее и выше, чем дети, которые, в принципе, не занимались ничем, да. Соответственно, подвижные игры являются эффективным способом развития детей и качества для задачи. Ну, и вывод, который мы для себя поняли, что развитие физических качеств для задачи наиболее эффективно проходит в ходе подвижных игр специальной направленности, когда мы подвижные игры как-то варьируем, как-то изменяем в ходе, в зависимости от возраста, в зависимости от контингента, в зависимости от групп здоровья. То есть это всё творчество. И последнее у нас... Ну, я дополню. Небольшое дополнение. Я бы хотела ещё дополнить, что любые формы, которые развивают физические качества, могут быть полезны для подготовки к выполнению этого комплекса. Естественно, далее тестирование на начальном этапе и, скорее всего, наша моральная подготовка каждого ребёнка в течение года. Итак, музыка. Идут. Идут, не отступят ни шагу. Идут, не боясь ничего. Счастливые дети, отваги. Их пропуск – значок ГТО. Три, четыре. Готов к труду и обороне. Спасибо. Продолжение следует... Стоит, не уходи. Кричи – кири, кири. Кричи – кири. Да. Продолжение следует...